Покосившиеся стены и полы в доме на улице Первомайской в Сходне сразу бросаются в глаза. Экскурсию по дому проводит хозяйка жилья Оксана Мельникова. Вот у нас кухон. Здесь раньше печка была, мы ее снесли, то есть изначально было печное отопление. В квартире молодая мама живет вместе с тремя детьми, мужем и бабушкой. Тратить деньги на ремонт не имеет смысла, говорит химчанка. Даже некоторые шкафы уже идут как бы с наклоном. Уже через несколько дней проживание в ней станет лишь неприятным воспоминанием. Семья попала в программу переселения из ветхого жилья. Несколько дней назад людям сообщили, что пора собирать вещи и переезжать в новую квартиру в доме на третьем этаже на улице Микояна. С этим долгожданным событием поздравить новоселов с квартирой и вручить им ключи приехал глава городского округа Дмитрий Волошин. Подождите, самое главное это документы, конечно. Как мы знаем, да? Без них никуда. И вот. Пока новоселы разбрелись по большой просторной трехкомнатной квартире, глава города прямо на месте с сотрудниками территориального управления и застройщиком обсуждает судьбу других очередников на переезд из ветхого жилья. На что осталось так? Расселите? Еще всю первомайскую? У меня были люди на приеме сейчас 77-го дома. 77-й я сейчас подъеду. Давайте у меня встречаться, собираться. Поздравить и поддержать новоселов пришли члены движения общественной поддержки. Химке интересно жить. Проблемы жильцов в ветхих домах они держат на контроле. Сразу после праздников соберется рабочая группа и глава будет вести разговор о том, чтобы переселять это. У него крылатая фраза, что сроки, сроки, когда надо быстрее. Это хорошая практика и хорошая позиция руководства муниципалитета обновлять жилой фонд. Наш городской округ непрерывно развивается. Развитие требует обновления жилого фонда. Улучшение жилищных условий многодетных семей. Представители администрации, застройщики и общественники оставляют новоселов. Оксана Мельникова в спокойной обстановке изучает жилье. В большой трехкомнатной квартире два санузла, два балкона, а жилая площадь больше на 20 метров. Ничего делать не нужно. Свежайший вид, как бы очень все устраивает. Даже неожиданно приятно, что в таком состоянии квартира. Детская хорошая. Пластиковые окна, лица окна тоже. Детская площадка, все есть. Детская семья вообще шикарная. Недалеко здесь садик, школа. В целом вообще все устраивает, все супер. Осталось бы только бабушку с папой сюда перевезти и подачать. А здесь, наверное, будет детская. Помимо семьи Оксаны Мельниковой, ключи от новой точно такой же трехкомнатной квартиры, но только на седьмом этаже, получила еще одна большая семья. Все, что есть, уже сделано. Осталось только мебель перевезти. В принципе, все. Метраж намного больше, почти на 20 квадратов больше дали. Поэтому мы довольны. В новой квартире Виктор будет жить с братьями и отцом. Здесь мы поставили обеденный столик, будем пить чай с красивым вином. Здесь будет у нас собака. Впереди у новоселов остаются только приятные хлопоты. Выбрать цвет будущих штор, распределить между членами семьи комнаты, расставить и докупить недостающую мебель в квартиру, которая теперь стала и больше, и теплее. И в которой теперь хочется жить. Всего в Химках за пять лет по программе переселения из ветхого жилья переехали жители 82 домов.